Токен-ринг. Токен-ринг это система систематизации передачи данных между компьютерами. Токен-ринг создает логическое кольцо между этими компьютерами. В каждый компьютер встраивается необходимая сетевая плата, и по кругу, по этому кольцу, передается маркер. Маркер практически не занимает места, не мешает передаче другой информации. Токен-ринг. Маркер не передается одновременно с другой информацией, но крутится он достаточно быстро, потому что мало весит? Потому что мало весит. Когда компьютеру входит этот маркер, он имеет право передать какую-нибудь информацию. А если он пользуется этой возможностью, то информация передается другому компьютеру, и тот компьютер в свою очередь может либо дать, либо также передать информацию. Таким образом, не получается крутить какофонии, то есть все идет достаточно организованно, но при этом теряется скорость. И за все-таки какой-никакой, но маркер должен передаваться по этому пульту. Точнее еще вопрос. Что происходит после того, что анкционное значение получает маркер? После получения маркера... Ну, виноват, пакет данных. А, так. Анкционное значение получил отправленный ей пакет данных. То есть он нам может его взять. Дальше. Далее маркер передается по кольцу. Дальше освобождается. Да, и передается дальше. Все свободны. Подтверждение компьютеру, от которого произошла отправка, что я получил. В определенную реализацию это может отправляться, подтверждение и получение может не отправляться. Это уже от компетентов. Чем хороша такая структура? Не создается никаких... Не создается в хакофоне. То есть все идет хорошо. А на практике к чему это приводит? А стиллата очень дорогая, и поэтому... Это минус. Это минус. А чем хорош вот этот упорядоченный доступ получит? А большая скорость по сравнению с сутками? Ну, когда мы придаем большие... Ну, много всего и придаем, тогда мы выиграем в скорости по сравнению с сутками. Так как у нас не возникает кризис. Но если у нас количество данных, которым мы хотим передать, сравнительно небольшое, то тогда проще использовать первый вариант там. Ну, это выглядит как. В упорядоченном случае доступа мы полностью используем полупропускание. То есть, если мы имеем... Здесь скорость, здесь у нас варене. Вот у нас двигает маркер. Вот передается данный. А опять двигает маркер. И дается данный, и дается данный, и дается данный. Колосса пропускания готовлена полностью. Ведь если мы не говорим, что здесь у нас 16 мегабит, то мы имеем реальную скорость, беременную на 8 мегабайт в секунду. За минус он служебной информации, которая сравнительно с сутками. Реально у нас 16 мегабайт в секунду. Это 1,5 мегабайт в секунду без особенного напряжения. При любой, подчеркиваю, нагрузке. В кольце у нас постоянно циркулирует информация с вот такой скоростью. Меньше можно. Ну, здесь мы полное нагрузка. Больше сложно. Но протоколе не будет. Мы всегда можем четко сказать, что через сколько-то миллисекунд, не больше скольких миллисекунд, у нас в каждой станции получает право голоса. Право передавать данные. В детстве никто другой данные не передает. Или можно при получении маркера только один пакет передать? Один пакет передать, дальше пошли по кольцу. Не возникает ситуации, когда одна функция постоянно передает, 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 передает. А, класс. Иначе она... А есть там такой вариант, что вот много компов. Так. С один пакет передать, нужно присадывать довольно много информации. А другие вообще ничего не делают. Тогда... В этом случае, не скажете? Тогда получается, что... Чуть-чуть времени на раскрутку маркера добегает до нашей станции, которая хочет сказать. Она говорит. Станция назначения освобождает маркер. Снова по пустому незаметному кольцу короткий пакет маркера добегает до нашей станции, которая его ждет. Мы снова начинаем передавать. Ну да. Получаем 16 мегабит минус время кольца. А маркер кольца, то есть, компьютер его получил, и если ему... Не взял он из конца. И отдал его, если он ничего не хочет сказать. Да, я просто перекинул дальше. А, то есть, он отдает либо этот маркер, либо пакет. Либо пакет, да. Понятная идея, да? Вот это вот пробегание, но... Ну, я очень сильно замахнулся, что она много занимает. Реально, если сравнить с пакетом данных, это будет вот так. И все равно это при небольших вызывает задержку, да? Мы получаем в любом случае гарантированную задержку на пробегание. То есть, если у нас 4 компьютера, это не страшно. Если у нас кольца на полусотни компьютеров, у нас, естественно, возникнет существенная задержка. А сколько существенная? Ну, там счет идет на миллисекунды, на самом деле. Ну, вместо полутора, скажем, 2,5 секунды, мы будем иметь 1,2 секунды. Примерно. Поэтому, если у нас действительно новый компьютер, применяется вот такая вот структура. Мы берем несколько кольцов, а несколько только кольца. Здесь, скажем, кольца 4, а здесь у нас кольцо на 16. Примерно представьте, что происходит при передаче данных, скажем, отсюда вот сюда. Сначала данные у нас пробегают вот так, потом вот так, потом вот так. Поэтому в многокалечной структуре возникают определенные проблемы. Но мы всегда можем сказать, что время доставки данных отсюда до сюда будет не больше какого-то расчетного. При любой нагрузке на все эти кольца мы можем гарантировать, что время доставки будет не хуже какого-то. Даже если кажется, то передает каждому, да, это рассчитывается? Даже если полностью все загружено, это худший вариант, когда наскольца забита на 100%. Мы всегда можем точно на бумажке рассчитать время доставки пакетов. Тогда это бывает важно. Когда применяются такие технологии? Не обязательно, только не в восходном варианте, современные марки-минститки. Когда это может быть важно? Когда необходимо скорость и недопустимая задержка дальше. Когда это может быть важно? Ну, допустим, там, реактор. Да, технологическое оборудование. Когда время доставки данных от датчика процессора к исполнительному устройству, оно бывает практически важно. Если мы получим какой-нибудь, тот же самый, задан за эти коллизиями, вовремя, пока от датчика не дошел до компьютера, компьютер не скомандует на какую-нибудь задвижку, но опять получит здоровенный хлопок. В росте не же съеден. А это значит, да? Когда применять марки-минститки, нам нужно гарантировать время доставки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...